Сегодня мы посмотрим, что интересного продается в Даркнете и даже попробуем купить кое-что запрещенное. И вы увидите, как все это работает изнутри. Все действия, показанные в ролике, являются художественным вымыслом и постановочным фотошопом. Повторение действий в реале карается уголовной ответственностью. Ролик не призывает к действию, а создан в ознакомительных целях и раскрывает мошеннические схемы изнутри, дабы никто не попадался на уловки мошенников, чтобы мне не было стыдно и все такое. И вообще на ИВГ одни постановы, все актеры, все придумано мной, это все сказочки. Ребята, респект вот такой вот за поддержку канала рублем и привет нашим красавчикам. Евгений Тарасов, Сердитов Эдишн, Марат, Арсений Чернецовский и Миша Захарыч. Эти ребята спонсоры канала, они попадают в наш элитный чат ВК. Если ты хочешь тоже помогать нам, то сделать ты это можешь по ссылочке в описании. Знаешь, что такое Даркнет? Да, Даркнет это глубинная сеть, где сайты имеют разрешение .anion, которые можно проиндексировать только поисковиком Тор. Вам Даркнет в школе что ли преподают? Нет. А, все-таки ты что шаристый такой? Это был тоже скайп со спонсорами, если что. Видали пару месяцев назад тренды на ютубе? Это был просто контент для детей, где всякие нежные мальчики раскапывают ящики с хламом, типа купленным в сети. Блогеры покупают там посылочки с Даркнета, закапывают ящики всякие. Чё думаешь, это реально? Эээ, это бред, постановы обычные все. Однако школьные тренды от нежных мальчиков прошли, а Даркнет все так же остается популярным местом у особенной прослойки населения. У тех, кто предпочитает делать темные делишки. Барыги, кидалы, мошенники и преступники собираются там и обсуждают свои планы на форумах и продают всяческий став. Даже Навальный, мне кажется, не брезгует там поискать информацию для своих расследований. Первая международная биржа информации, Onion Sight. Продаются почтовые массивы первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова и его жены. 50 тысяч долларов. О, нехило, да? Вот только подлинность этих сведений, конечно, под вопросом. Массив с перепиской Виталия Кличко. 15 тысяч долларов стоит этот никчемный сборник цитат и смайликов от чувака из Старых Мемасов. Вообще, напоминаю, что все сделки на запрещенных сайтах Сити Тор являются незаконными и преследуются по закону. Это, кстати, написано и на годнотабе. Так как сама суть Даркнета в том, что поисковики не могут найти эти Onion Sight, соответственно, для удобства созданы вот подобные годнотабе каталоги Даркнет сайтов, где и царит беспредел и беззаконие. Даркнет — это вообще какой-то постапокалиптический мир, который остался без законов, правительства и без государств. И что же нам купить на рынке такого необычного мира? Оружие есть, паспорта. Про наркотическую дрянь я вообще не говорю. А может, купим шпионский ноутбук? Защищенный ноутбук Lenovo ThinkPad 13. Core i3 седьмого поколения. Четыре оперативы, 180 гигов SSD, батарею держит 8-9 часов. Стоит легендарная система Tails, которая пользуется Эдвард Сноуден. В статье на Википедии о том, что такое Tails, и правда написано про Сноудена. А Tails — это очередной дистрибьюф Линукса, его можно установить бесплатно. Вот только сколько стоит такой ноутбук в наших обычных магазинах? Ищем Lenovo ThinkPad и выбираем нужную модификацию. Core i3, четыре оператива, SSD на 180. Он стоит примерно 45 тысяч рублей. Выглядит он очень посредственно для своей цены в 2019-м. Напоминает старые ноутбуки из 2009-го года. Про него даже в обзорах ничего толкового не говорят. Вообще посредственная вещь. Еще гнется и хрустит. А ведь эту модель используют в NASA и МКС, как заверяет продавец из Даркнета. Вот если сравнивать с Asus ZenBook 310, с такими же параметрами железа, так сравнивая на ее каталоге, я вижу, что ноутбук с Ноудена просто хуже по многим параметрам. И продается без операционки. Зато отпечаток пальца есть. И эта красная кнопка прямо посреди клавиатуры. Господи, на кой черт сейчас кому-то вообще нужен трекпоинт? Она трекпоинт называется, да. Вот Asus ZenBook другое дело. Выглядит сексуально, стильно, ничего лишнего. И этого выщербленного дизайна нет. Я бы вот взял его. Либо что-то подобное. Главное цену проверить, чтобы не купить дороже. Аноним ноутбук с Ноудена в Даркнете стоит 35 тысяч бакинских. Это я как понял продавец называют доллары. Но эта цена для такого хлама вообще нереальная. Доставка с DEC зато. Воу, барыга губу раскатала. Прям как наш с вами любимый Грин... Грин Девальд из Гарри Поттера, да? Короче, ноутбук вообще не подходит. Абсолютно. Но все-таки я нашел один интересный магазин на просторах Даркнета. Точнее, это не магазин, а пост на форуме, где способом связи был указан Телеграм. И я вам его, конечно же, показывать не буду. Здрасте, хочу приобрести у вас товар. Приветствую. У нас вы можете приобрести. И дальше он перечисляет целый список своего стаффа. Видать, у них просто так прет торговля, что они даже используют шаблоны для общения с покупателями. Спецоборудование интересует. В разделе специальные приборы и оборудование у нас есть анонимные телефоны. Все для лабораторий. Ключи и жало. Все виды магнитов. Все для слежки и фиксации. Также в любой категории вы можете оформить рандом товар. Если берете на подарок, цена будет чуть выше средней по категории. Конечно, я выбираю рандом товар. Я же не знаю, что там придет. Ох, интрига, интрига. Категория для слежки и фиксации мне приглянулась на самом деле больше остальных. И она как-то повеселее. Далее продвес предупреждает, что может лежать в подарке. Стоимость подарка 3500. Оплата биткоином либо вебмане. Удивило, что доставка будет осуществляться обычной почтовой службой. Ну а че это? Закладками что ли все раскладывают? Ящики ж в лесу закапывать. Я оплатил полную сумму 3500 полной предоплатой. И начал ждать. Прошло всего 4 дня. И если смотреть на город отправителя, ну в принципе это вообще нормально. Город Уфа. Сдэк, конечно, так себе скажу я вам доставочка, ребята. Сначала тебе звонит курьер. И говорит, что через 20 минут будет по указанному адресу. Ты срываешься, туда летишь. Он приезжает через... В итоге не через 20, а через 40 минут. А только потом тебе приходит смс о том, что на сегодня у тебя доставка Сдэка. Кстати, здесь написано, что мне пришел пауэрбанк. Насколько мне известно, когда ты отправляешь какую-то посылочку, то на почте, на любой почте узнают, что ты отправляешь. Можно ли это отправлять. И отправитель здесь Куватович Кузватович. Арслан Кузватович. Таджик какой-то, узбек, не знаю кто это. Сейчас почитаем, что там продавец написал, что может это такое быть. GPS-трекер, всевозможные замаскированные скрытые камеры, любые устройства для прослушки. Ну ладно, посмотрим, что тут такое. Ну раз что-то легкое, даже не могу предположить, что это может быть. Но написано пауэрбанк. Давай вылазь. Подарок называется. Мега мятая вообще коробочка. Вот, смотрите, она жестко вообще всяк перемята. То ли от доставки, то ли хер знает. 16.09 какой-то стикер наклеен. Давайте посмотрим, что уж внутри. О, кажется, я понимаю, что это такое пришло. Все, внутри коробки больше нет. Значит, смотрим на бумажки. Glass Camera User Manual. Это очки со встроенной в нее видеокамерой. Провод зарядки потом посмотрим. О, да, посылочка из Деракнета. Подарок. Нифига они уродские. Представь себе. Вот я вот буду в таких очканавтах. Блин, разобраться бы еще, как они тут. Работают. У них никаких кнопок, ничего. Вот здесь вот видно, есть кружавчик для камеры. Я их потом сниму поближе. Так, провод. Это не micro USB. Это я даже не знаю, что за формат такой. Не mini USB, не micro. О. Это кнопка. Вот где кнопка. Ну, нифига себе она скрыта. И тут тоже нет. В общем, здесь на дужке сбоку, вот эта вот буковка N. Здесь она не нажимается. А здесь она нажимается. Вот нифига себе. Запрещенные товары. Пока поставил очки на зарядку, сейчас почитаю вам, что здесь вообще такое находится. Оказывается, он пишет в видео о формате AV. HD качество 1920 на 1080. Даже есть выбор 1280 на 960. Как это переключать? Я вообще не понимаю. 30 FPS есть. И вот этот разъем неизвестный мне называется mini 5 pin USB. Карты поддерживаются до 32 гигабайт. Я туда поставил 16 гигабайт. И мне кажется, меня маленько так развели на бабосики сейчас в Даркнете. Установил флешку в очки. Значит, потыкался с этими кнопками. Что-то поснимал, что-то нафоткал. Сейчас подключаю очки к компьютеру. И смотрите. Заходим просто на флешечку. И вот папочка фото он создал. Вот сейчас все подключено. Думаю, вам видно. Все подключено к компу. Видите, какой у них вес? У всех вес 0 килобайт. Твою ж мать. И они просто не открываются. Ну, 0 килобайт. Ладно, оно не фоткает. Так может, оно видео хотя бы снимает. Первый видеофайл 0 килобайт. Второй файл 131 килобайт. Давайте его включим. Вот, все, что оно смогло записать. Следующий файл. 918 килобайт. О! Сидел сейчас музыку слушать. Что-то записало, походу. Но без видео. Никакого видео нет. Только звук. И то с каким-то скрежетом и грохотом. Вообще все плохо. Еще хуже. Вот 590 килобайт файл. Давайте сейчас его попробуем запустить. Ни хрена! А, сами слышите, какое ужасное качество. Какой-то свист, шум стоит. Короче, очки ни хера толком так и не работают. Ну, они правда и стоили 3500. Я нашел на Али что-то нечто похожее. И оно выглядит как-то вот так. Ну, сами понимаете. Мне кажется, какая у них цена, такое у них и качество. Оказывается, вот в этой части кнопки, это у них включение и выключение. А другая часть кнопки, это запись фото и видео. Но как я не тыкал, я вообще так и не понял. Как по-человечески это сделать. Ну, нет, как видите, я все-таки четно тыкал. Ну, ни хуя. Ничего. Оно не записало, кроме звука с каким-то там шумом. Я также могу и с диктофона на телефон записать. Очки, вообще дизайн просто уродский. Если бы я знал, так я бы никогда такое не заказал. Они созданы для очень узких глаз. Вот такие, когда вот такой вот китайся, ма, посилька. О, посилька не работает. За это можно получить до двух лет тюрьмы, либо штраф до 200 тысяч. И, как ни странно, но по подобным вот штукам есть реальная судебная практика. Мелехов АА приобрел у неустановленного лица портативные цифровые диктофоны, встроенные в корпуса USB-флешек. Выложил их на Авито по 800 рублей за штуку с названием USB-диктофон. В роли покупателя выступил сотрудник ФСБ России, которому Мелехов передал данное техническое средство и получил от сотрудника 1000 рублей. Суд признал Мелехова виновным по статье 138.1 и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Таких дел очень много. А вообще, статья подразумевает штраф до 200 тысяч рублей, либо срок до 4 лет зоны. Собственно, это устройство для негласного получения информации. Ну, по идее оно должно быть, но это не так. Так, и вообще, это все постанова, а не игрушечные. Ну, вы понимаете, да, это как бы, этого и вообще не всего не существует. Но факт есть фактом. В Даркнете, значит, кинули. Пришла какая-то херня неработающая. Мало того, что они ужасно вообще просто собраны, они все как-то вот качаются, трясутся, какая-то херь вообще. Ну ладно, 3000 рублей. На Али подешевле есть, и за такую же цену есть, и в более таком приличном качестве. Вот такой вот, ребята, став приходит нынче с Даркнета. Крайне не советую там что-то заказывать, особенно вообще не важно что. Но, сами понимаете, никакой ответственности продвес вообще не несет. Он мог мне просто вообще ничего никак не прислать, никаким образом. А я бы просто скинул бы этим вебмани и все, и реведерчик. И, конечно, никаких денег бы я себе не вернул. Так что, ребята, не рекомендую вам что-то заказывать. И если вам такая тема с товарами из Даркнета зайдет, то в следующий ролик я сниму про реальный паспорт, заказанный там же. Он уже на пути ко мне. Так что, не попадайтесь на уловки мошенников, и не то мне стыдно за вас. Как из-за себя дурака. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова